Мама родная! Мама родная! Что это вообще? Что происходит? Ребята, я в шоке! Вот это опил деревьев! Нехило так! Всем привет! Колхоз на связи! Да уж, в нашем колхозе прибыло дело у нас теперь еще и деревья валятся через забор ну как бы следовало ожидать да за этим тоже надо следить только уже не электриком вот или сельсовету ну а получается по факту все достается мне а как вы так пилите что она все сюда попадает как вы так пилите что она сюда падает без вариантов да ты вообще я вас отсюда не выпущу пока вы не уберете а машина то ваша у меня останется да опа вот это да слушай может сразу кос выпустим пускай едят убийца просто вообще целая куча на самом деле у меня здесь нависает вот вдоль всего участка вот этот вот клён канадский так его здесь называют я так до сих пор и не поняла что это за дерево но неважно в общем но здесь было больше всего нависшего поэтому мы с этого и начали я так понимаю что я даже не проберусь вам показать что у нас там творится слушайте но это вообще вы чё так нарубили дровосеки и вам же это потом разгребать не вообще конечно классно но что-то прям дюжи много да ну да пилить то она хорошо вот что потом с этим доделать пилить то она классно то он влезет перекидаешь уже там роз я просто еще думаю раз такие деревья здоровые может быть тогда и не надо через забор сейчас через забор потом опять может сейчас тогда выволочим пока не на этой стороне лежат нет не лежат да хорошо ладно не я только за я только за чтоб коза пожрали да ну вот так что да 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 и не только завтра он не сразу высохнет еще сок то в нем много да да у нас соседи тоже дубасят эти клины клены в общем завтра завтра будем здесь расчищать сейчас пока сюда перекидываем коз запустим сюда чтобы они все это обожрали и все и начнем убирать эти ветки просто с этого участка легче так вывозить на ту кучу чем через мой участок а сложим аккуратнее все потом уберем расчистим а все куда только не залезу я сейчас не могу заниматься полноценно вот этим участком соседнем потому что потому что еще пока готовится на него документы мы нашли собственников и там кто-то отказался вступать в наследство кто-то согласился вот и поэтому из-за того что каждый раз ситуация меняется скажем так с этой с этими вопросами разбирается юрист да то есть я наняла юриста и она готовит досудебные документы люди 20 лет не вступали в наследство чтобы быть собственниками этих у двух участков которые у меня по соседству а а сейчас чтобы не его купить нужно сделать так чтобы эти люди вступили в наследство конечно самостоятельно они это делать не не буду то есть только с моей помощью только благодаря тому что я оплачиваю юристы и все вот эти дела наши документальные но это это очень тяжело то есть вы даже не представляете насколько это тяжело то есть я то даже не представляла я думала ну как бы заплатить деньги тебе все сделают нет а есть такие моменты что сейчас чтобы его вообще обозначить на карте его надо не жевать то есть этих участков их вообще там только в сельсовете какие-то документы мы нашли это там на ней короче нигде ничего не значится не числится ничего не понятно ничего не видно где там границы для чего все надо согласовывать соседями сельсоветом со мной но я понятное дело что нормально согласую и получится у меня не получится что-то с этим участком непонятно до сих пор непонятно то есть как бы я сейчас плачу деньги и не знаю какой будет в итоге результат поэтому конечно этот участок в результате будет это все убираться все эти деревья выкорчевываться будут сейчас задачу мне поставили чтобы там не росла трава то есть ему будут дисковать дискатор это специальный такой трактор с насадкой который задисковывает землю чтобы там не рос сорняк поэтому мы спокойно там выпасаем тоже наших животных чтобы они тоже естественным таким процессом удаляли эти сорняки съедали эту траву вот но потом мы задискуем и посеем какую-то многолетку вот но и в принципе завтра планируем натянуть там электропастух и выпустить туда код чтобы они вот это все подъели а кстати хотел вам сейчас тёлочку показать она так применяется тоже каждый прям можно сказать минуту растет и растет и очень такая классненькая вот она эта красотка тут у нас лежит и я хочу сказать что я дала и кличку вчера был стрим двухчасовой у меня на канале очень многие писали как бы ее хорошо бы можно было бы назвать предлагали свои варианты и один из моих зрителей предложил назвать ее ялта и мне это очень понравилось очень понравилось я вам честно скажу что ялта ей очень подходит яшма родила ялту коротко четко ялта ялта при этом видите она такого янтарного цвета в общем у нас теперь ялта поздравьте нас такая красоту вся красоту вся моя сладкая у нее отличный аппетит мы ее выпускаем гулять на солнышко ну вот ну вот ну вот злоденыш злоденыш такая вот так вот пойдемте посмотрим других бычков телят да ну как вот от нее уйти такой красотки а яшма на самом деле не очень сейчас много дают молока второй день не получается после окота да ой отела извиняюсь после кос как выйдешь сразу все эти окоты вот привет привет катаешься красота моя софишка софишка катается в общем после отела она сейчас дает это литров 7 за раз то есть 14 литров в сутки но возможно что в течение двух месяцев она еще раздуется и будет давать больше вот агата у нас после первого отела давала двадцать пять сейчас она держит двадцатку и вообще не хочет сбавлять вот такая вот корова хорошее сейчас теляток покажу уже пришла к ним вот они мои рыжие хвостики и иди сюда иди сюда телят я не называю бычки она от корме поэтому кличек у них не будет вот я уже давно такое правило ввела вот потому что потом будет очень неприятно и отправлять на мясо там с кличкой теленка ну в общем короче я их не называю бычки они есть бычки вот эти самый маленький младший точнее из них это который постарше он у него какой чубчик тут растет ухты да ты кудряш да ты кудряш ухты кудряш какой ну-ка уйди дай ведерко заберу дёрочка эх 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 давай давай тоже хочу их потом в загончик на солнышко то они здесь в сарайке сидят но чуть-чуть еще окрепнут эй поиграть решил чуть-чуть по окрепнут и пойдут жить на улицу на все лето я думаю даже до поздней осени вот такие наши телятки а ну да телятки это телятки а если есть еще цыплятки мы их переселили вчера им уже совсем тесно там в брудере поэтому они теперь вот в такой большой клетке живут у меня здесь две тепловые лампы красные сотки висят в два ряда в общем здесь реально тепло в общем реально тепло тут и они даже видите распределились по всей клетке нормально значит все да так вот интересно никогда у меня наверное разом столько не было бройлеров 50 штук ну кто-то берет и сотку вот мне 50 пока на первое время хватит эй тик 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 вот такие дела ну как быстро то а взяли все перекидали ничего не осталось почти еще как-то выглядело все гораздо страшнее а сейчас уже не так страшно ну отлично что говорите хорошо суперски ну вы еще попилите или вот это все сегодня ну погоди ольга ну что ж ты колгота точно колгота заряжаешь аккумулятор да а вон или не он нет это не он 0 0 ох 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 А потом перележь, я здесь все-таки дамусь. Вот это пустя. Здрасте. Здрасте. А почему нельзя ездить? А как ты думаешь, почему нельзя ездить? Потому что ветки упали сюда. Сюда, на эту сторону. Новый велосипед. Новый велосипед, чего не берешь? Высоковат ему. Ладно, дорастешь. А там может сиденье можно опустить, нет? Ну хорошо, катайся на этом. Благо, что есть на чем кататься. Ну вот, и поехал. Все? Сейчас перетеряю, чувак. Чего мешаться-то будет? Сейчас у нас должен приехать папа наш в гости. Вот. Поэтому буду детишек собирать на улицу, чтобы все вышли погулять. Ой-ой-ой, погрязь здесь не надо, господи Нил, пожалуйста. По дорожкам катайся, здесь очень грязно. Так, давайте убегайте назад. Назад и по дорожкам бегайте. А здесь слишком грязно для вас. Тем более вы в сандаликах. Софишка. Куда бежим? Назад. Нет, зайчата мои. Здесь уже вот Артур начал выравнивать. Сначала вот эти плиточки все положат. Это у нас разбитый пол. Мы его, видите, разбирали там, где у меня сарайка, где все инструменты. То есть, представляете, был насыпан керамзит и просто залит бетон. Без всякой стяжки, ну, в смысле, без сетки, а без арматуры, без всего. Его со временем вспучило, поэтому пришлось все это перекладывать. Я не знаю, почему так вообще делали, как так вообще можно делать. Но мне сейчас вот сделали все по уровню, все аккуратно в этом сарайчике. Теперь осталось только все аккуратно разложить. Мы еще пока не занимались ничем, потому что Артур тут делал стеллажи. Видите, как классно. Теперь здесь стеллажи. Я называю это место мечта нормального мужика, у которого руки из плеч растут. Вот, когда здесь все будет аккуратно лежать, развешано, можно будет все найти, все что нужно. А то у меня обычно здесь все было завалено. Ну, теперь здесь все хорошо. Даже новую крышку мне для погреба сделал Артур, чтобы она была не утоплена, а в уровень пола. Вот такая вот у меня сегодня зарисовка моей жизни. Жизни многодетной мамы с 10 детьми. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Я пошла. Будет вам еще ролик про папу. И так. Падал тихо. Убедить специально. И с этими throngами. Продолжение следует...